Микрочастицы для глобальных достижений в будущем. Сегодня в Новосибирском Академгородке запустили крупнейшую в мире установку синтеза нанотрубок. Эта крошечная добавка способна улучшить свойства практически любого материала на планете. Какие перспективы это дает производителям, расскажет Алина Штоколова. Графеновые нанотрубки – вещь уникальная. Они могут продлить жизнь и сделать более прочными совершенно разные материалы. От резины до литий-ионных аккумуляторов. Их открыли больше трех десятков лет назад, но до 2015-го в мире производили всего несколько килограммов в год. По сути, в лабораторных условиях. Технологию промышленного синтеза разработал новосибирский ученый Михаил Притеченский. И именно в столице Сибири появилась первая установка «Графитрон-1». Она позволила увеличить масштаб производства сначала до одной, а теперь до 25 тонн ежегодно. Никто с ними до нас не работал, поэтому опыта у потребителя, как правило, нет абсолютно никакого. Поэтому на данном этапе от нас требуется научить потребителя работать с нанотрубками, то есть показать, при каких режимах нанотрубки вводятся в его материал, показать, в каких концентрациях их правильно вводить. Достаточно всего сотой доли нанотрубок, чтобы радикально изменить характеристики материала. Прочность, эластичность, электропроводность и долговечность – то, что сейчас востребовано на рынке. Вообще нанотрубки представляют собой вот такой мелкий порошок, который при этом очень сложно растворяется в материалах. В этом была огромная проблема, потому что производители попросту не умели с ним работать. Когда здесь, в Новосибирске, озаботились решением этой проблемы, нашли вот такой выход. Это уже расщепленные на волокна нанотрубки. С ними работать гораздо легче, и, по сути, их внедрение в производство не требует даже менять технологию. Еще одна большая проблема внедрения графеновых нанотрубок – их цена. На мировом рынке они стоят от 150 тысяч до полумиллиона долларов. Новосибирским ученым удалось сделать их в 100 раз дешевле аналогов. Новая установка увеличит производственную мощность до 50 тонн в год, но специалисты считают, что она способна на большее. Речь идет о событии не областного и даже не российского, а абсолютно точно международного значения. Ничего подобного, ничего сопоставимого с этим на земном шаре сегодня не существует. Я ответственно могу сказать, что именно здесь, в Новосибирской области, в Академгородке, в компании Аксиал, создается новая эра материалов человечества. Нанотрубки уже применяют и тестируют больше 500 предприятий по всему миру. Например, такие уникальные технологии, как антистатические композитные полы, стеклопластиковые трубы и упрочненный асфальт, разработали и впервые применили именно в России. Дальше – больше. Это, наверное, все-таки результат работы, нашей совместной работы с нашим академическим сообществом, с учеными, с системой образования над решением той самой сложной проблемы научно-технологического развития современного этапа нашей российской истории. Это проблема транспорта знаний в бизнес, внедрения открытий в промышленность. Революция в области электротранспорта потребует сотен тонн графиновых нанотрубок. И только новосибирские установки способны дать миру такой объем. Алина Штоколова, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова